так ребята всем привет на канале усубы это новый ролик ваш любимый формат обмен с бургерами и сегодня по названию ролика по обложке вы уже поняли нашего гостя великий человек который сейчас сжигает тачки приехал с дагестана начальники на на частном бортом прилетел сюда для этого ролика зная этого человека со стороны по роликам он очень замотивированный всегда побеждает все поэтому моя цель сегодня дойти до чего-то большого не до тачки не до айфона там еще тема у меня одна идея есть поэтому сегодня я сейчас хочу позвать его сюда в кадр ахмед заходи брат саламу алейкум как-то мой брат я то прекрасно но судя по твоим словам ты уже подготовился получается есть ты говоришь я в конце ролика вас удивлю то есть ты получать уже знаешь что ты дойдешь масштабного нет я подготовился заранее получается это несправедливо брата не подготовился я этот ролик снимание первый раз ты во первых ты во первых снимаешь этот ролик не первый раз у тебя уже есть опыт еще еще и подготовился не подготовился есть идея и планы а если ты не подготовился как ты можешь людям сейчас впаривать то что в конце ролика ты уже дойдешь до чего-то масштабного ну потому что каждый раз я этот ролик заканчивали либо тачка либо айфонами понял и блогеры я хорошо это уже не интересно я хочу уже подсказку что мы дойдем до чего-то больше я понял вот сейчас я сделаю вид что тебе поверил больше такого не будет каждый раз вы все видели вы любили были свидетелями что каждый ролик мы доходим либо до айфона либо до тачки поэтому как бы я наоборот дал тебе подсказку что типа на тачке тебе заканчивай сегодня не нужно я бы ты заранее знал на берегу что я там на тачке не собираюсь тормозить что я даю до чего-то более масштабного чтобы ты уже у нас и ты думаешь с бургера путем обмена может дойти до машин да это человек вообще не верит до съемок он говорил что такого быть не может я вам говорю да без постанов реально можно дойти до тачки ты можешь на полном расслабоне вот так вот гулять и реально ну дойти во-первых у тебя камера оператора во вторых ты можешь брать тем что ты во-первых во вторых харизматичный а в третьих ты популярный здесь медика все равно люди как бы этот будут меня я понял друзья честно говоря я никогда бы не поверил если два года назад мне сказали что я в одном кадре с этим человеком нахожусь потому что у меня была к нему такая ненависть не знаю я смотрел ролики и говорил кто это еще че он снимает еще зачем уже нужно такая искренняя неприязнь была к нему а сейчас я стою с ним в одном кадре и мы снимаем совместный выпуск но знаете в жизни люди все равно бывают другие мы с ним познакомились и у меня отношение немножко поменялось у многих наверное из подписчиков тоже бывает такое у вас наверное есть какой-то человек которого вы не любите именно медийная личность которая снимает ролики долюбливаете образно много я думаю так много не долюблю но в целом когда знакомиться лично как бы в жизни человек не знаешь лично не суди публично конечно человека в жизни другой а вот в инстаграме там основном интернете он совсем другой я понял раз я появился в кадре этот ролик должен быть самым эксклюзивным самым нереальным и самым интересным и при любых обстоятельствах мы оба должны сегодня это сделать да давай не будем терять время потому что у нас времени сколько короче смотри суть ролика эти расскажу чуть-чуть попозже сейчас я хочу чтобы каждый из вас кто смотрит этот ролик поставил палец вверх подписался на канал написал комментарий кто за кого болеет за акмеда за меня чтобы на берегу мы это уже понимали желаю тебе удачи и сейчас мы переходим в бургер ну чтобы я рассказал суть ролика и вы все услышали новые условия новые правила которым придется придерживаться в этом ролике погнали ты должен дойти с бургера до чего-то большого ты имеете ты можешь только обменить на что дорогое на деньги менять нельзя вещь только можно менять на вещь за весь ролик ты можешь только один раз позвонить своему близкому кинту другу блогеру неважно кому третье правило только один обмен можем сделать на горбушке на совеловском чё еще из такого а смотри я сейчас хочу вместе с ним определиться в ролике потому что я всегда убираю машину чтобы мы своим ходом на такси как бы это все делали обменивали если ты хочешь можем на тачке на тачках просто в том что мы можем дойти до тачек и на двух тачках как ты будешь понял или я разберусь оператора права есть есть все у операторов есть права как снимать будут операторы а мы разберемся ты за это не переживай так еще одно из важных правил у нас на все про все давай выберем 5-6 часов сколько хочешь на 6 давай 6 мы начинаем с этой локации соул бургера у каждого из нас будет по бургеру и встречаемся тоже в этой же локации через шесть часов и самое важное сегодня эксклюзивный гость сегодня ахмед и поэтому победитель забирает 1 миллион рублей то есть моя задача сохранить мои деньги а задача ахмеда забрать забрать лям да и еще одно важное правило что победитель забирает вещь своего соперника если я дошел до машины и он дошел до машины он выиграл условно у него дороже машина казалось он забирает мою тачку и забирает миллион рублей получается я себе карбонокерамические тормоза поставлю уже на м5 пришел снялся в ролике значит забрал лям но ты тоже раньше времени булки не расслаблять еще контент сделал понял засветился светанулся еще бабки он уже он уже булки расслабил он думает что у меня уже выиграет понял он думает я вообще слабый да я даже не напрягал чтобы расслабить хорошо поэтому чё брат я тебе желаю удачи мы газуем я тебе тоже желаю удачи да сегодня будет очень интересный ролик обязательно смотрите до конца палец вверх комментарий и подписка на канал саламу алейкум мой брат спасибо все брат вот твой бургер все брат давай я поехал а стой 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 соответственно 15 плюс 6 сколько будет 9 9 15 плюс 6 равно 9 да в общем вы ровно 21 00 мы встречаемся в этой бургерной с уже более дорогими вещами погнали что удачи тебе желаю брат давай короче я свою тачку парканул вот здесь вот за бургерной не хочу ездить за рулем поэтому за рулем будет мой кент назар тоже салам закинь всем привет сегодня я говорю водилы назар что-нибудь за рулем он меня будет возить и чтобы мне было удобнее легче чтобы я не парковался мало ли я дойду до тачки как бы заранее загадывать не буду имя будет легче он будет за своей машине буду за рулем другой машины уже уже предлагают обмен хочу за рюкзак чёрт говорите это поменяет дальше нет мы извиняемся прикинь уже мы выйти не успели а к нам подходит предлагают обмен чё у тебя есть подороже покажи-ка оригинал iphone оригинал да годится мне кажется годится даже более чем на держи короче у нас есть оригинал айфоновская и полоска зарядное устройство субасов хан суббота как ты у меня зарядка iphone оригинал да вообще плохой ход если честно оригинал плохо начал мой брат ты по-моему очень глубоко ошибаешься плохо начал а ты чё на чё обменял что ясбургер меня значит куда поеду все понял удачи тебе так пропустите мою машину где этот самый напрягаться особо не буду если я понимаю что я сейчас поеду на горбушку мне реально поменяет бургер на 15 айфон почему бы этим не воспользоваться согласитесь я не знаю как будет ахмед обмениваться но я хочу сразу большими шагами потому что после тачки вас ждет кое-что масштабное и кое-что очень крутое короче все мы сейчас едем прямо на горбушку и там уже решим все делать но господь берем для глотки 3 метра провала тут решим типа по строжим ну это чисто такая легкая разминка понял чисто чтобы вас взбодрить суба опять на этой же локации на этой же горбушки люди думают как он уже надоел нам каждый раз приезжает что-то срывает у нас на него на него по-братски с тобой чё брат чё за очки у тебя здравствуйте привет монце зинчкачка думлада то думладу млада чё и чё и чё и чё и чё слава любая короче техника приходите хайп стейшн магазин хайп л хайп ладно пойдемте менять все парни у меня время бургер на iphone поменяйте 15 нет все понял походу сегодня читает обломать брат обменяешь что-нибудь на дороже ладно 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 хорошо бы у алейкум ассалам брат обменяешь на что-нибудь дороже давай 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 на горбушке ехать не пришлось аликсалам брат на дороже стоит это что рация брат брат но я ее не знаю на что-нибудь другое ездить на что-нибудь на деньги не верю перчатки могу боксерские дать перчатки нет рация как годится а как ей пользоваться брат короче любая рация вот это открыл раз да и вот тут раз волна два волна это конечно четко но к сожалению я наверное все таки не поменяю потому что мне ее тяжело будет дальше но в любом случае тебе большое спасибо дальше будет от души брат брат но больше ничего да я понял я по есть у тебя было бы ты бы поменял я я тебя смотрю по братски помочь я хочу это девушкина я и брат другие куплю это тебя будет легче поменять это оригинал брат да это будет легче поменять брат а сколько они стоят брат не знаю не помню но это оригинал вести что они но это будет подороже чем вот это я понял хорошо брат да ладно поменяем тебе спасибо большое спасибо удачи у нас короче оригинал очки прада да подходят мне эти очки сильненько да как ты можешь сколько они стоят очки женские очки правда купить по цене от 27 тысяч рублей нормально да так здравствуйте а можно обменять на мак мак макбук про мы снимаем ролик на youtube просто макбук дать мне про его моя бургер у нас ролика обмене она обмена нету тебя здравствуйте с вами можно сделать одну тему короче ролик снимаю со обмен бургера вот и против меня ахмед венглбе если знаете такого блогера этот ролик наберет очень много просмотров и моя задача обменять короче на что-то дорогое понял ну давай сейчас я уточню привет ты занят короче есть тема 1 алейкум асалам брат поменяешь на что-нибудь дороже нет ладно брат обменяешь обменяешь на что-нибудь спасибо обменяешь на что-нибудь дороже да нет ладно такс 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 никогда здесь не был поверишь давайте шустро шустро я в леска за мной салам алейкум брат смотри какая ситуация мы снимаем ролик короче путем обмена мне до автомобиля хотя бы надо дойти у меня есть вот такие очки у тебя есть на что-нибудь дороже обменять я понял ну короче нет да здравствуйте этот мы короче ролик снимаем обмена можно обменять нужно самое дорогое поменять у меня сейчас мы только начали ролик на бургер и меня сейчас нужно до компьютера конь самого дорогого эти сколько там какой м3 чё получится брат на м2 есть здесь получится на м3 нет м2 или назад сколько стоит брат ческаза м2 ну где-то в районе 110 150 тысяч ты что 15 life смотря как плюс-минус также на на терабайт до 150 чего не получится на м2 и у нас есть продать м3 никак на им принять 7 2 польша мать спасибо спасибо брат у меня эти эти просто не дешевые если нету проблем нет никаких я не не брон на деньги нельзя просто поусловно деньги нельзя именно на что-то конкретно как и так а и так обратно нет что подходит ключи подходит нет у тебя видимо нету брат но ничего страшного спасибо тебе за что принял участие и попытался нам помочь мы дальше пойдем с твоего позволения моя помощь спасибо тебе тоже брат он хотел обменять у нее не было мы снимаем короче ролик мне нужно путем обмена хотя бы до автомобиля дойти есть на чё-нибудь дороже обменять чуть-чуть спешим не куряжка куряжка нам не нужна он спасибо большое попытка было все да спасибо давай вам тоже удачи подожди здесь мы можем только один раз до как я бы тоже нормально брат смотри мы короче ролик снимаем у нас очки правда есть нам надо на 15 айфонах поменять до парт а мы вам рекламу в ролике все услуга на канале предложение действует да можно побыстрее время идет это называется манипуляция три минуты пошло время манипулирую а готов давай на самом большая диагональ реально давай короче человек нашел с которой поменять на компьютер м3 сколько стоит 200 за 200 тысяч короче рублей это правильное решение сеть ведь человек видно с мозгами с маркетингом знаком какой свет принесли любой брать все это бургер вам отдаю там два бургера покушать его алекса а какой фон не но мы мы на компьютер меняем м3 такой бургер на м3 да все по импуку давай сделай просмотре очень срочно и выгодное предложение у субы на канале мы снимаем ролик и мне нужно срочным образом сейчас эти очки прада обменять на 15 iphone это все брат срочно нужен ответ у вас осталось три пятьдесят чудовый две минуты и четыре секунды остаться 3 до 15 iphone без прав про сделайте больше раскачая одна минута прошла не знаю можно резко только в братье срочно нужно ответ газ 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 15 про про сделать я лучше сделать но есть так было слово даю не пожалеешь на держи руку мою на держи руку мой все давайте . принесу что вам не сомневался из вас на самом деле большой респект пацанам объясню почему потому что я вообще к ним не подходил к ним не заходил они просто в потоке меня где-то услышали да ты приду подслушал что я что-то меняю и он вообще более того думал что я сейчас айфона поменяю на ноутбук то есть он думал что я щас принесу ему дам айфона он поменяет айфон 15 на ноутбук и только сейчас вот здесь моменте он понял а он думал я ему даю бургером и дачу реально с бургера типа на компьютер и все равно в итоге согласился поэтому ребятам огромный респект уме джон магазин называется уме джон приходите хороший магазин ассортимент есть все есть если хотите там колодки поменять на машине там фильтра там да а что за магазин скажи тоже пару слов про свой магазин короче магазин называется реально давайте без шуток а то реально пацаны напряглись дали сейчас с бургера компьютерами для них рекламу делаю короче яблочный клуб павильон 100 какой что-то совсем здесь приходите умеешь он здесь встретит накормит чай сделал кофе и брак есть давай сейчас да а вот и компьютер 200 тысяч рублей вот этот макбук air м3 мы обменяли с бургера на этот компьютер спасибо грант пакет давай все максимально легко максимально просто не напрягаясь саламу алейкум брат азбазанса азбазанса брат а узбек братов этот ролик снимаем сколько машина это стоит хочешь обменять на компьютер новый а это типа работать продаешь согласен согласен не брат спасибо давал чате угощу хочешь как у нас делают это вот так куда собрать хорошего вечера не 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 надо брат не не брат оставил продаж уже заработаешь я все равно это не съем спасибо большое а мандаринку можно одну не не все хватит вот спасибо душа давай так ну чё мы с ноутбуком давайте дальше думаем так воду от 15 про 128 7 15 про на 128 гигабайт вам спасибо большое так теперь смотрите вот визитка резко показываю на две-три секунды оставьте ее ct мобайл на горбушке если что звоните по этим номерам павильон b1 011 заезжаете в этот магазин говорите что вы от ахмеда и либо от венгал без сколько процентов скидку делаете 10 процентов 10 процентов скидка кто скажет от меня по-братски просто я вас очень прошу залетайте в этот магазин 10 процентов скидка ct мобайл павильон b1 011 два раза вставьте монтажер не вырезать два раза я сказал вам спасибо братья возможно я вот просто красавчик на держи брат алейкум асалам вы лучшие вы бомбочки просто вы урвали рекламу я урвал iphone мы оба в плюсе так у нас на рынке была одна единственная возможность и мы сразу сделали короче самый лучший обмен до самого куда куда здесь можно дорасти мы доросли идем дальше у нас есть ко всему звонок другу какие еще варианты все больше нет вариантов звонок другу осталось и на улице обменивать даже все машину сядем сейчас обдумаем скорбушки можно выезжать для интереса наберем супе спросим до чего он дошел ахмед звонит до чего дошел как мужчина ответь не скажу железо низко хорошо у меня 15 про iphone и чё не на технике я уже на высоком этом ты блефуешь короче у тебя покруче на чем iphone но не сказала бы не давай удачи тебе там гонит этом у него пятнадцатого нет садись айфон пятнадцатый на чтобы его обменять здравствуйте можно до вас на одну секунду у нас есть iphone 15 про мы хотим на что-нибудь дороже поменять короче сейчас наберем эльману эльмана я думаю эл привет брат родной я быстренько извини что быстро этот ролик снимаем брат не номер дубровского нужен на обмен не знаю либо ты поменяй либо вот я думал сожигачу набрать спасибо родной огромно рад тебя слышать был таком не скинул же кича номер звоним ему джеки приветствую это суба тебя беспокоит мельман дал твой номер только что короче мы ролик снимаем я не знаю видел не видел с обменами вот и мы и мы начинали короче с бургера и у нас 6 часов дойти до чего дорогого я сейчас бургера в общем дошел до нового компьютера macbook air м3 короче топовая последняя в коробке и мне сейчас нужно ее обменять на что-то дорогое вот мне пришла мысль тебе набрать потому что у тебя тачек много разных а я тебе компьютер ноутбук новый ну к сожалению у меня сейчас во первых нет таких машин во вторых я сейчас ну прям занят вот я скоро уже улетаю аааа вот мне сейчас не получится да у нас просто есть у нас раньше были всякие такие ведра сейчас а ну кстати сейчас подожди я спрошу сейчас у одного человека может у него есть одна машина у нас он в контейнерах ее выпил сейчас я у него узнаю короче нужно чтобы от 250 тысяч тачка была от 250 алё люди наверно вы наверно в шоке да ребят вот вы сейчас смотрите ролики думаете как особо каждый раз там просто так можно жить с бургера до тачки с бургера там до айфона а ну давай выйдем вот привезли брат макбук это вот последний который м3 это оригинал да да все оригинал запечатки все четко здесь нету ничего про ты же сказал что снимаю поэтому новый провести тебя или просто мы-то на самом деле бартер делаем а на самом деле я думал ты просто говоришь не 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 субу подали сделали субина за 200000 работами только что суба туда зашел одну ты просто нам снимаешь просто обещали это это было не для съемок это было на самом деле поэтому если на самом деле вариантов нету обменять на что-то дороже то брат никаких проблем салона думал выйдем ты выведем поэтому не не я просто это добрать большое ладно все 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 видишь он подумал для ролика что это сделать а мы же постанову не снимаем и он принес пустую эту коробку но ничего страшного но мы услышали что суба обменял что-то на 250 тысяч а мне по телефону нет типа нет ну понял мне надежду решил дать но со мной так не прокатит вообще нет вариантов сейчас встрять понимаешь мы сейчас должны мозг подключить что-то в голову вам влезает сразу мне говорите я с вами чуть поделюсь все договорились точно за меня вы газ держите правильно же все отлично отлично если тебе предлагают деньги и деньги не может когда ты говоришь давайте на эти деньги купишь товар отдаешь то есть мы не берем деньги на ты какой красавчик брат мой блин ты натуре красавчик брат это же конкретная идея это супер идея брат мой алау алейкум брат брат мы ролик короче на youtube снимаем понял обмен у меня я против венголуби я с бургера сейчас дошел дошел до вот этой темы ну типа да брат себе это последний этот короче комп какой-то macair м3 и мне нужно на тачку куда поменять ты за 250 за 300 понял может пишешь и контентика 4 миллиона людей посмотрят этот ролик у меня есть одна машина и ты не поверишь какого она цвета желтого да такая машина но блин она она реально стоит прям 300 ну вот а ты просто обмениваешься или можешь обменяться с доплатой я уже понял что за макбук да она стоит в два раза дороже чем этот макбук это 200 стоит брат макбук это вот это со скидками все сказали ты заработаешь 50 тысяч рублей сверху там продавать автобусы ли сейчас типа на 3-4 миллиона просмотров и залетишь четко дашь тачку понял про себя чуть не расскажет поугараем ха 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 колянечка даже покурить чуть не подъезжайте барклай 7 корпус 4 машина стоит там вы сразу ее увидите ее подснять пацаны вынесут ключи а я победу через 20 минут спасибо мой золотой все приезжай короче ребят получается сейчас звонок другу мы исчерпали я набрал это получается я узнаю знакомый никита он не тачку за 300 тысяч отдает автобус желтого цвета вась понимаешь а прямо сейчас я хочу чтобы все переместились и посмотрели где сейчас находится ахмед о чем на чем он застрял так сейчас короче мы едем ресторан которым я каждый день завтракаю обедаю и ужинаю и там очень много моих знакомых ребят живет в нове то есть я там всех на абсолютно понял ответь мне на вопрос от супа говорил звонок другу только один раз а если я друзей встречаю знакомых встречая же могу с ними обмениваться сто процентов все ты за это отвечаешь бегать умеете резко-резко заходим слушай мы можем даже у самого заведения в которое всегда хожу типа сказать ей давайте мы там скажем у вас бомбовая еда а у них реально бомбовая еда и типа дайте нам чего-нибудь дороже чем айфон что может дать заведение помнить фритюрницу или там печь понял здравствуйте к вам с камерами к вам с камерами можно заходить разрешаете спасибо большое у аликсалам какие люди а ну а ну а ну идем сюда смотри брат короче вот айфон мне нужно на что-нибудь дороже поменяться есть возможность вот это автобус 5 потому а очень смешно смешно пиздец это охуенно вы прям им выглядят у меня штаны из березовой карты тут какую-то красоту снимаем да мы сейчас мы сейчас вы чё делаете просто гуляйте а мы на youtube снимаем да ладно ты такой перец ну крутой пацан получается ты круче чем рональдо нет 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 да ладно нет да не прибеднялся вообще дай посмотрим руку круче чем рональдо понимаешь я пчить даже не буду ууууу давай а вы чего отмечаете ай мы отмечаем рождение жизни мы отмечаем жизнь да вы вообще сами тоже прикольные это вообще кто у тебя это правда команда твоя команда твоя это те люди которые делают тебя тем самым кто ты есть да кто ты есть имя говори суа огонь fire на этом канале самые лучшие у нас здесь кто а ну суа суа лучший здесь давай спасибо удачи хорошего дня ребят счастья и благополучия вам и вы в разные стороны ну заряженные они по чем вася они пьяные что думаете по тачке вот тачка короче мы меняем на нее а че сзади я колесо скучно реально о блядуля че делать а че делать реально не знаю на че тебе поменять на че нибудь я не знаю мне короче мне с любым человеком нужно как бы делать обмен не знаю деньги могу предложить деньги нельзя сколько стоят эти часы они дорогие ну сколько стоят очень очень много вообще дорого да да вообще дорого короче смотри подожди стопэ мне оператор такую идею подсказывал хорошо какую сумму ты можешь мне купить что нибудь не знаю это какой айфон это 15 про 128 гигабайт давай не знаю 250 тысяч 250 тысяч да готов я тебе помогу этим да ты готов на 250 тысяч мне что-то купить да и забрать айфон да ну если я тебе этим помогаю да конечно так можно же сто процентов вы головой не кивайте вы кивайте потому что мне доказательства нужны будут потом что вы сказали что можно нет смотри он сказал что деньги нельзя брать ага мы не берем деньги мы не берем деньги ты нам что-то купишь даже да ну я могу купить он себе покупает нам дарит все а прям здесь цельщики есть что-нибудь что можно купить афимол есть вот здесь так окей саламулайкум 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 ребят это Никитос короче это звонок друга считайте мы уже исчерпали спасибо огромное Жеке Чудубровскому который нас свел Никитос занимается айфонами да? чем вообще занимаешься? техникой apple ремонтом ну короче всем чем занимаются многие но я этим занимаюсь раньше чем большинство короче занимается всем Никитос расскажи пожалуйста как тебе досталась эта машина короче эту машину у Жекича на канале у синдиката есть контейнеры да и я вслепую достал эту тачку она мы тогда за нее заплатили 240 по итогу эта машина мне встала сейчас 260 и реальная цена это 300 все 300 тысяч то есть мы обмениваем ее ты готов? ну да все я денусь уже тогда что я беру этот это подарок мне какой-то да здесь все документы и ключи от машины а реально? да вы можете прямо сейчас в комментариях меня уже поздравлять как бы у меня плюс один в гараже склеить ее в желтый не нужно объясни что это за ключи ой блин знал бы я сказал бы Вась а шинами что делать я ну его знаю накачай я убежал ты не поехал в трое ты не поехал ох блядь Вась ты е**л ты она севшая похуй хочешь от меня брат у тебя машина есть здесь? да поможешь прикурить? конечно а я умеешь как делать? да масс? ну конечно умею сделайте пожалуйста завести ее завести надо да это достать кое че там это такая показуй назад вот такая вот вечеринка у нас получается по ходу дела столько гемора его не представляете мы минут 20 пытаемся это минут 20-30 пытаемся вести эту машину плюс колесо скучное не понимаю как я на ней поеду сейчас что здесь время ты сделаешь ооо есть завели спасибо брат большое брат возьми пожалуйста родной мой золотой оставь оставь спасибо спасибо брат а есть накачать насосом колесо? насоса вот нет у меня а если вот так поехать ничего страшного? нет это нельзя так поедем? нет ну его поменять надо желательно ну мне сейчас надо план на нем поехать может колесо снять и а давай давай вы уже через это проходили поэтому это уже подготовлены я смотрю вам машина нравится? она вообще такая боевая машина сама по себе она легенда в Узбекистане да? потому что самая рабочая лошадка у нас в Узбекистане встается а ну-ка сейчас покатаемся чисто 5 минут к тест драйва ну так слабые слишком слабые тормоза можно сказать она не держит даже просто бля с чем сегодня что думаешь куда дальше можно пойти на штаб менять? на участок да? как будто бы ну это надо куда-то за пределы московского региона в Северпухов сейчас поедем есть у вас тема? ну вот мы сейчас звонили как нам быть? Суба доедет за рулем? Суба опытный водитель вроде ну не знаю ну тихо-тихо можно доехать ну тормоза они больно слишком слабые сигнал то есть? чуть прав тыкаешь и залетишь куда-нибудь вот именно а Суба погонять любит вы знаете? я знаю конечно Суба мудро ездит молодой горячий я всегда его ролик смотрю смотрите пару слов вот пока Суба обращение что бы хотел сказать? ну что я Суба это вообще классный чувак смотрите да вы? да 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 а бургеры кушали его? нет вот попробуй да с сыном хочу пойти у меня сын как бы подписан у него обязательно съездите спросите его для него насчет бургеров нормально? ну медленно если ехать медленно ну медленно очень медленно там почти нету тормозов хорошо понятно смотри стой а вот за рулем кто поедет? я поеду ты уверен? да 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 в общем короче мы обменяли на эту желтую тачку сейчас на сайте я нашел земельный участок он стоит 450 тысяч рублей и парень оказался моим подписчиком соответственно он меня узнал по голосу звонил со мной по видео ну мы с ним договорились на том что мы эту тачку обменяем на земельный участок который находится в Серпухе соответственно мне ехать туда пока за час сорок обратно ехать еще два часа это очень долго и мы с ним сошлись на том что он мне сейчас отправляет документы ДКП или что-то ну какой-то документ чтобы я там в конце ролика подтвердил там условно Ахмеду что я там с земельным участком смотри вот мы обменяли на вот эту машину с бургера и сейчас я отправляю оператора в Серпухов чтобы он тачку обменял на твой земельный участок да 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 участок стоит 450 тысяч рублей правильно да 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 все правильно мой брат давай только быстро на родной давай слава алейкум что ж вы с тачкой можете поздравить пишите в комментариях супа поздравляю плюс один в гараж и отдельная благодарность этому человеку этот человек реально нам помог накачал шины зарядил автомобиль форсунки поменял в ряд свечи поменял катализаторы встав да кардинка мардинка суета атмосферна гидросферна биосферна все вам спасибо огромное спасибо брат так заур приехал я приехал к тебе смотри не знаю понравится тебе нет если не нравится я могу там что-нибудь другое пойти купить вот мак он стоит 250 тысяч на 1 терабайт да на 1 терабайт самый мощный самый заряженный взял но это не самый мощный самый заряженный но имеется в виду который там был все я понял все айфон где на держи он твой все у меня айфон у тебя мак все тебе спасибо большое ты очень сильно выручил очень сильно помог так проходим проходим мальчики знаете нам куда надо нам надо на тараса шевченко где пацаны темщики на этих всяких жигулях на заряженные жигули поменять поехали на машине что там родной у меня директор в аварию попал что реально да я тебе фотку скину с машиной произошло отбой 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 сейчас тебе отправлю давай короче ребят рассказываю он в аварию попал чувак который мне сейчас должен был дать участок вот фотку он мне скинул и он говорит отмена с участка у него не получилось но мы звоним сейчас дальше так времени сколько у нас осталось 3 часа осталось да ты звонил братан да что делаете ничего по городу ты что пол времени прошло уже брат 2 часа осталось ну брат смотри я тебе могу поклясться что я выиграл уже реально да да но я не буду клясться но я тебе я тебе говорю что я могу это сделать подожди а ты скажи мне а ты на чем сейчас брат это уже тебя не касается мне кажется тебе так не кажется ну да как бы ну брат ну ты как бы тоже меня извиняешь за городом нахожусь тут связь плохая тут ну дом один приехал смотреть красивый ну да тебе приятного просмотра дома ты меня этим не удивил чтоб ты знал давай 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 что думаешь я думаю я думаю я думаю он блефует ну позиция у него какая-то серьезная ну он блефует он гонит нет а а участок есть смысл искать не 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 участок долго это будет нет да тут номер вообще нет ну вот здесь тачки чуть-чуть есть даже о я вижу нормальный заряженный видишь урус стоит так подъезжаем сюда значит впритык салам алейкум можно да на вас микрофон короче у нас есть макбук за 250 тысяч рублей и нам нужно его обменять на что-нибудь дороже есть такая возможность что-нибудь дороже часы у меня дороже точно обувь 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 полторы тысячи пактов не я то верю просто просто мне потом надо еще дальше идти понимаешь дальше тебе надо идти мы тогда можем скинуть вот видишь это кеды и вот это обувь так дело в том что дальше надо идти а я дальше не смогу эту обувь обменять мне макбук намного легче будет обменять на что-нибудь дороже понимаешь много легче я там встрять могу поэтому что-нибудь айфон ну айфон же дешевле айфон дешевле ты да я понял то есть ты хочешь чтобы я тебе дороже да 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 нет братик нету такого а таких вариантов нет таких вариантов нет это слишком хитро с моей стороны это слишком хитро подошел так в наглую сказал что-нибудь дороже мне дай поискать нужно там вот дальше братик хорошо поищем у кому можно подойти у кого бабки есть кто самый заряженный здесь а мы тут бедные брат а бедные здесь R8 стоит 911 а в аренду чтобы тоже взять бабки нужны в аренду чтобы взять сколько стоит она 100000 150000 250000 что все арендные машины да а что вы на арендных машинах двигаетесь денег нету блять нищие люди что сказать а где бабки то а где бабки то все просел 30 процентов еще нету бро откуда деньги ты татуировки по чем сделал по чем сделал татуировки по стоимости нормально ну сколько ну в общем сложно сколько получилось типа татуировку ну если брать да там руку там все все тело все тело ну наверное ну мульта пол ушло пол мульта ты пол мульта отдал за татушки а дороже чем 250 тысяч рублей за мак меня отменять ничего не можешь а что это мак это мак это да макбук а если у меня есть макбук если у тебя есть макбук это ну это к этому не относится имеется ввиду ты просто поможешь давай я поменяю свои татуировки на твой макбук ну брат я понимаю что ты хочешь смешно пошутить но у тебя это не совсем на данный момент получается ладно цель какая цель обменять макбук на что-то дороже а я понял это как прикол да 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 это не прикол это не прикол это не прикол да да вот поэтому есть такая возможность или нет да не знаю ну нет наверное не просто не нужен мак все мы тебя поняли больше с нами не разговаривай хорошо на связи бабки есть вообще нет ничего честно скажи как мужчина ну сколько ты за 200 его продаешь за 250 250 я его не продаю мне надо короче надо обменять на что-нибудь дороже ну хоть 260 тысячи может что-то стоит 255 покажите да мне самого богатого кто здесь самый заряженный который понял олигарх такой ну вы же знаете между собой мы вообще всех в первый раз в день выйдем вообще с тачками познакомились где-то в потоке и сейчас встретимся и все в аренде то есть я на М5 круче чем вы все вместе взятые может быть может быть брат я это не показатель поверь мне у меня другие показатели тоже есть поэтому помимо тачки как бы внутри то что вам есть сидит нет базар если помимо тачки есть то два конечно ты за это не переживай брата я не переживаю все у тебя все нормально настроение общего положения все хорошо да самое главное на держи улови короче что мы видим подъехали значит на Тараса Шевченко видим заряженные аппараты и нам сказали что они все в аренде я в аренду например лично тачку когда брал я ее брал для того чтобы для съемок для контента чтобы еще больше заработать а люди получается подъехали на Тараса Шевченко выставили свои автомобили аккуратно и красуются фоткаются там вот эти мы крутые понял оставьте да пацаны вот эту тему лучше быть а не казаться в рюсах видел эту фразу понял да ладно поехали вы продаете mercedes да продаем брат мы ролик короче снимаем на youtube и нам нужно обменять тачку на другую тачку нет нет а ты пойди вот где только продам эти деньги алисаламу алейкум 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 брат суба блогера знаешь какого блогера знаю это я суба с тобой сейчас разговаривает мы ролик снимаем против меня Ахмед Венглби знаешь такой блогер тоже есть знаю и у нас короче суть ролика обмен понял у него был бургер у меня бургер и нужно с бургера дойти до чего-то более дорогого и моя задача короче сейчас ну обменять на что-то более еще дорогое ты не хочешь тоже вписаться типа и в ролик там 5 миллионов наберет я думаю 4-5 миллионов наберет да я не против на какую тачку обменяешь на какую-нибудь нормальную ну типа чуть-чуть подороже дай мне буквально 5 минут я сейчас что-нибудь придумаю что-нибудь прикольно мой родной давай брат еще момент такой у нас временное ограничение у меня осталось 2 часа времени то есть нужно на нас сейчас быстро давай ес вообще вписался он эти ролики смотрел оказывается забери свой айфон китайский короче человек которому мы сейчас последнему звонили который в реакции и вписался это чувак который типа занимается перекуп автоподборщик короче хер поймешь у него там ну он вот я его набрал типа и у него по идее должны быть какие-то свои тачки да под жопой то есть они автоперекупы которые продают там бушные тачки они типа там азербайджанцы по-моему перекупщики алё да брат да брат смотри киа кармс могу дать рынок от 400 могу на него поменяться давай из самых таких вариантов то что у меня сейчас есть давай 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 куда где встречаемся давайте адрес кину а не подожди 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 стой подъезжай в соулбургер соулбургер давай давай все давай брат нет смотри ну либо если ее надо дотащить туда и как раз возле соулбургера доедем на ней мы доедем на ней так ты думаешь все на этом ты останавливаешься ну у нас времени нету мой брат мой брат мы выиграли мы выиграли а тяжело на давай 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 билой трактор И поэтому тормоза не работают. Слышь, ну ты уверенно идёшь на нём. Вась, я где учу, там преподавали! Торопа хорошо работает. Вид хороший, как на гелике, понял? Посадка высокая. Вид, как на гелике, реально. Вась, на ней перевернуться очень легко. Она же такая неустойчивая. Она вообще неустойчивая. И широкая, а узкая. Вась, что за хернёй я занимаюсь? Хорошо двигается. Коробка сейчас цилиндровая здесь. Не, если честно, ребят, помните, на Бэхе ездил? На ней легче ездить почему-то. Она реально в хорошем состоянии. Ну, типа, свои 300 она стоит. Но она реально вот прям втыкается ровно. То есть, бля, чуть не глипался, бля. Сходу знакомься с моего. Ля-ля-ля. Познакомься? Ооо, я понял. Короче, быстрый тест-драйв. Тачка вообще в тотале. Хорошее состояние. Доехал нормально на ней. Диски, катализаторы поменять. Единственное, что здесь надо. А так, в целом, как бы, на ней реально есть. Ходовой вопрос тоже есть. Но, в целом, идеальное состояние. Чё, сейчас ждём нового этого парня, который перекупами занимается. Он приедет. Мы поменяем на Chevrolet, я вам сказал? Да. Бля, какая она еб***ая такая. В общем, кто смотрел Шрек 4? Ну, или Шрек навсегда. Когда Румпель Штильскин сказал, кто приведёт мне Шрека, тому любое желание, Шрек привёл сам себя. Перехитрил систему. И сейчас я сделаю то же самое. Я слышал, ты меня разыскиваешь? Ха-ха! Прекрасно! Наконец-то! Кто его привёл, кто получает сделку всей своей жизни? Она моя. Что? Не понял. Но если я сам себя привёл, эта сделка достаётся мне. Я обмениваю этот макбук сам собой на вот этот автомобиль М5 F90. Я оцениваю эту тачку в 25 миллионов рублей. Объясню почему. Мне она обошлась в 16, но эта же история, это легенда. И на сегодняшний день кто-то принесёт мне 25. Я даже за 25 её не отдам. Поэтому я считаю, что вот эта история заслуживает цену в 25 миллионов рублей. И теперь смотрите какой момент, смотрите какая ситуация. Ситуация следующая. Я обмениваю этот автомобиль сам собой, но получается я рискую этим автомобилем. Потому что если Суба путём обмена дошёл до чего-то, что стоит дороже 25 миллионов, я должен буду этот автомобиль отдать. Уважаемый оператор, ты понимаешь, что я говорю? А ты, уважаемый оператор, точно? Вы же поняли? Шрек, ты мужчина, я тебе говорю, за слова отвечаю. Просто мужчина. Именно благодаря тебе, благодаря Шреку я перехитрил систему. И теперь на этом автомобиле я приезжаю к Субе и говорю, всё, я путём обмена дошёл до этого автомобиля. Условия же не было такого, что нельзя самим собой обменивать. С другой стороны, не хочется рисковать. Вдруг по каким-то течениям обстоятельств он выше, чем на 25 миллионов обменял. Но я думаю, такого быть не может. Ты как думаешь? Я не знаю, это риск. Может быть всякое. В этом мире, возможно, всё, я понимаю. Ну, кто не рискует, тот не добивается успеха. Это мой девиз по жизни. Я всё время рисковал, рисковал, рисковал. И у меня под жопой М5, там, ЦЛС. Сейчас потихоньку, не спеша мы, значит, садимся в этот автомобиль, выпьем кофеёчек. После кофейка у меня будет паническая атака. Мне будет хокерово, у меня будет биться сердце. А потом, когда пройдёт паническая атака, потихонечку пойдём к Субе, Субхану, Субботе. Называйте, как хотите. И всё будет прекрасно. Всё, поехали. Покажи, читай. Очень крутая тачка. ВАААА! МАЕ to see what he's now looking for. короче брат смотри ты ролик знаешь даже смотрел прикольная тема вот короче ты сегодня тоже в ролике ну скажи тоже пару слов про себя то как-то ну некрасиво наверно будет всем сегодня сделали ему не сделали рекламу занимаюсь машинами покупаю продаю более 10 лет машину чуть повыше классом такие тоже бывают но очень редко сегодня повезло что такая была у меня вообще топ этот человек у нас очень сильно выручил мы сейчас обменим вот этот автобус ты видишь его ты его сможешь продать потом постараемся ну-ка твой сегмент нет как думаешь какая рыночная стоимость этой машины не знаю моем понимании точно не 200 200 за нее 300 зарядили знаешь синдикат есть такой же раз ровский вот эту машину оттуда да понял достали мне еще заменяли сегодня прямо сейчас у вас на экране счетчик с 300 тысячами рублей поднимается до 500 тысяч рублей ахмед мой родной мой золотой мне кажется это сегодня не твой день мы сегодня выиграли 500 тысяч рублей в роде я думаю я не думаю он не найдет 500 тысяч рублей он на макбуке застрял я думаю максимум какая-нибудь тачка за 200 короче пацаны занимаются покупкой и продажей автомобилей короче среднего уровня то есть если вы хотите реально приобрести тачку можете обращаться как бирд авто бирд авто называется вот чё пацаны реально добряки еридлер ерид азербайджанский ериджандинский гянджа шамкир гянджа здесь пойдемте сделаем чуть-чуть рум-тур автомобиля телек все есть здесь офигеть брат реально тачка то спасибо тебе брат огромное спасибо это самая крутая тачка за все время на которой мобильность и учитывая состояние машины и состояние салона рынок киа карн с пятого года он рестайлинговый первая цена москве 550 тысяч если по россии в екатеринбурге за 477 а так остальные 610 550 это наверно что-то не то стоит они 500 плюс 100 процентов охренеть лучший бургер москвы россии снг всего мира соло бургер москва больший сухаристый пирог 25 страни 1 чидос рыбный мой самый любимый мы выпили кофе аккуратные десерты тоже в кофейне дали сейчас мы доезжаем до субы субботы они прям здесь уже ждут а саламу алейкум как ты мой брат ну чё и чё вынужден тебя поздравить с поражением почему на держи почему просто я знаю что ты проиграл они да давай давай ты первый не не на цуэфа кто первый не не на цуэфа давай я в гостях гостя хорошо давай я первый давай марс ешка 63 ага сколько она стоит сколько она стоит сколько вы оценили эту ешку 3 на 3 миллиона да молодец нормальный у тебя выры поделся а теперь смотрите что внимательно суши давай видишь этот эту м5 да вот она как вот так ну расскажи как я то расскажу ты не переживай давай давай шрек мультик смотрел ты ну чё там ну примерно еще ну короче я самим собой обменял машину вот так вот у меня был макбук я на макбук обменял машину свою же так нельзя же кто сказал ну так нельзя но не это же твоя вещь нет это моя это моя вещь но я ее поставил на под риск это моя ставка понимаешь если бы ты взял что-то дороже я был бы вынужден тебе ее отдать да нет брат ну ты чё если я на ламбу так же поменяю ну там хрень не выграешь надо было поменять да нет да 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 давайте вы рассудите смотри операторы которые были со мной подтвердили эту информацию условий не было что я не ей право почему не согласовали но этот не то нельзя так ты все такая мелочь тонкая которую как бы да там говорить как бы это не нужно то есть понял то есть это такая тонкая вещь которая была говорить перехитрился да ну как бы но такое все прямо но не то это понятно я думаю я parasite смотри я думаю я выиграл я поменял сам с собой да машину все я выиграл я Jay поста я рискнул если бы ты Если бы ты что-то дороже взял бы в этом случае, то я бы машину отдал. Понимаешь? Это получается риск. Это получается риск. Ты был на месте, ты нечего было менять и так сделал. Ну может быть. Но я считаю третими лицами всё-таки обмен. Я думаю, да, потому что суть ролика же с третьими лицами. Нет. Если твоя его правда условия, чтобы туда не было меняться. Где ты сказал, что нужно с третьими лицами? Вот сейчас он говорит с третьими лицами. Где это было лучше? Суть ролика же ты живил, ролик о том, где скидывал. Да, путем обмена, путем обмена я дошел до дома. Ты же помнил, как формат такой, что человек со скрепки дошел до дома. Понял? С другими людьми обмениваешься, хотя вот в этом и суть ролика. Ты мне не говоришь, что суть ролика, что от скрепки. Ну подожди, ну это формат суть ролика, что надо обменивать это первое, второе. Смотри, 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 мы как бы, как обычные ребята, то есть как пацаны, не как блогеры, пытаемся показать людям, что мы можем дойти до чего-то. Да. Обменивать на свое, ну мы вообще без тачки это снимали даже. Это тут причем вообще? Я тебе объясню, хорошо, давай на примере. Давай на примере. Слева, справа, снизу, сверху можно заходить в эту ситуацию. Давай на примере, хорошо. Но на данный момент смотри, я сделал вот так, я сделал вот так. Хорошо, молодец, давай на примере, я зову в ролик блогера, хорошо, у него нет машины, у него ничего нету. И я просто говорю, короче, пацаны, я ничего делать не буду, я беру бургер, обмениваю на свою ламбу за там 25-20 миллионов, понял? Да. И все, и что, я сижу на жопе ровно бургер и ничего не делаю, понимаешь? Смысл этого. Поздравляю. Но это не интересно, во-первых, во-вторых, во-вторых, суть обмена. Мне интересно, смотрим, например, с точки зрения контента даже. Я сделал контент, я сделал сумасшедший контент, я сделал интересный, срок шибательный. Люди посмотрят и скажут, вот это было реально интересно смотреть. Реально? Да, реально. Это раз момент. Два момент, я перекатрил систему, да, я это сделал, да, я считаю, что я прав. Если ты считаешь, что я не прав, это твои проблемы. Есть правила, понял какие? Ну, правила есть. Ты озвучил все условия, я одно условие не нарушил. Это то правило, которое не стоит даже озвучивать, любому понятно, что это бред. Мне непонятно было. Ну, это бред. Мне непонятно было. Просто это не по правилам, смысл менять самим собой, что за бред? Ты должен поменять свою вещь с кем-то. Я свою вещь. Обменял на свою же вещь. Я свою вещь, которая была под риском, что я ее потеряю. Да при том, при том, при том. Ты свою вещь обменял на свою же вещь, что за бред? Эти вещи меняют свою позицию. Позиция в чем? То, что она теперь под риском. Я понимаю, о чем я... Был сначала макбук под риском, а теперь под риском М5. Я понимаю, о чем ты говоришь, но так нельзя делать, так нельзя делать. Ты не сказал, что это нельзя делать. М5 нельзя менять. Нельзя менять свою вещь еще на свою вещь. Хорошо, пересмотри ролик. Были озвучены условия, в условии не было такого, что нельзя. Свою вещь на свою вещь нельзя менять. Да, ты тоже, ты же озвучивал условия, что это нельзя. Не, подожди, ты озвучивал, нельзя это, нельзя то, нельзя сё и так далее. Нельзя там на рынке два раза. Было же уже? На горбушке. Да, было. Было же? Было. Ну так и надо было. Так, свою вещь на свою нельзя обменивать. Да это очевидно же. Ну это тебе очевидно, мне не очевидно. Как можно свою вещь на свою поменять? Вот я Шрек смотрел, там Румпельштейнский, когда озвучил условия, что типа, кто приведет мне Шрека, тому желание. Шрек сам себя привел, а хотя Румпельштейнский не подразумевал, когда давал это задание, что Шрек сам может себя привести. Точно так же, как ты в данной ситуации не подразумевал, что я могу сам обменять свою же вещь на свою. Поэтому, братан, ты встрял здесь. Не, я не встрял, я не думаю, что я проиграл. Просто я типа, брать, реально ходил с людьми, обменивал, договаривался, понял, искал. Поздравляю. Фи, пи***ц, бля, я времени с сил потратить. Поздравляю. Обменял, небось, там, бургер на макбук, бля, и макбук на свою тачку обменял, все. Я думаю, так и ты сделал, да? Вот я вот такой, да. Вот такой я. Я вот так решил сделать. Что думаете, пацаны? Вот это некая лазейка, которую он... Я не знаю, не, вы тогда в таком случае надо было бумаги подписывать. У вас, я думаю, пацанское договоривание. Ну да, типа, я думал, я думал, как бы ты суть ролика знаешь, как бы мы идем и делаем, как бы, суть ролика, понял? Да, но ты поменял вообще суть ролика и сделал совсем другое. Вот в чем прикол. Понял, есть вот формат определенный, и ты этот формат просто поменял, понял какая? Да, это лазейка, позору нет, ты там, бля, тут можно по разному, по разным углом смотреть, конечно. Это мы можем часто эти обсуждать, но вопрос тут в том, что есть формат определенный, и этот формат как бы... Да, если я тебе сейчас скажу, что ты этот формат нарушил, ты мне сейчас в ответ скажешь, ты об этом не говорил, понятное дело. Ну, как бы это такая вещь, как я считаю, как я считаю, о таких вещах как бы не нужно говорить потом, потому что как бы люди понимают, что нужно обменять их третьими лицами. Но так как ты говоришь, что ты, типа, этого не знал и ты это сделал, ну, поздравляю, ты это сделал, ну, бля, я не знаю, как смотреть на эту ситуацию, понял? Я не знаю, как на эту ситуацию смотреть, как быть сейчас, ты выиграл, я выиграл, тебя можно понять с одной стороны то, что ты взял и менял на свою вещь, да, я понял там про Шрека, про что-то там кого, Винкс, Румпельштейн. Что ты сказал до этого? Винкс. Винкс, смотрел ты, кто тебе нравится больше? Шелла. Цуэфа не хотите? Какой цуэфа? Я выиграл, здесь цуэфа мне предлагают. Да, я считаю, я выиграл. Нет, сто процентов, нет, как бы, есть латика, да, я понимаю, что, Ахмед, свое поражение точно не готов принимать, не будет этого делать. Мы этот момент понимаем, но момент того, что ты проделал честную работу, правильную работу, ты действительно с физическими людьми. Хорошо, подожди, стой, физическая сила не всегда говорит о том, что ты умный. Понятное дело, не в этом дело. Ты можешь своей головой как бы больше результата добиться. Я честным путем, ну, типа, я реально трудом, как бы, это что, по правилам, это не по правилам. Я тоже честный. Как ты можешь говорить не по правилам, если ты не озвучивал такие правила? Я озвучил мой косяк, но это не по правилам. Ну, твой косяк, если это, значит, твоя вина, ты проиграл здесь, получается. Это очевидные вещи, потому что. Ну, хорошо, если бы тогда, если бы помотать время назад, если бы я знал, что вот так вот сложится обстоятельство. Хорошо, давай по-другому. Ты же мог спросить, да? Может быть, я не стал, а зачем я не хотел это спрашивать? Ну, ты же, подожди, звонил, уже спрашивал. Подожди, если бы я это спросил, я тебе свою, поделился своей хитростью. Понял. Если ты звонишь врагу своему и говоришь, вот так перехитрить тебя можно или нет, это же глупо. Но ты мог поинтересоваться как-то аккуратно, чтобы операторы могли между друг другом поинтересоваться, понимаешь? Стоп, 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 теперь смотри. Очень такой важный, вкусный, очень важный и вкусный момент. Твои слова были. Операторы знают правила. Были, да. Были же твои операторы? Да, да. Теперь смотри, я с ними проконсультировался в этом моменте и они оба в один голос сказали, да, такого правила действительно не было и ты можешь вот таким вот образом перехитрить систему. Я понял. Твои слова были. Спрашивай у операторов. Ты сказал мне? Хорошо, они тебя обманули. Подожди, но это не мои проблемы, это твои проблемы. Это мои проблемы. Это твои проблемы. Хорошо, почему они не позвонили, не спросили у этих операторов? Ты говоришь, что ты мог бы мне сказать про свой хитрость, я мог бы это спалить. Они же могли бы между собой это обсудить. А твои операторы, наверное, не сказали бы тебе, которые с тобой сидят и снимаются? Нет. Я не верю, я не верю. Да нет, конечно. Да не верю я. То есть, подожди, если бы они мне сказали бы, я бы, наверное, очевидно, что ехал бы сюда и знал бы, что ты на свою бэху обменял. Логично? Вы столько времени, месяц, бля, снимаете, и они ничего никому не сказали. Ты вот сейчас что хочешь, я не понимаю. Я тебе хочу сказать, что ты, ну, неправильно по правилам сделал. Я сделал правильно всё. Нет. Ты не был такого озученного правила. Я перехитрил. В этом-то и заключается хитрость. В этом-то и заключается хитрость. Это чего придумано вообще? Обманул. Перехитрил это. Мы не будем сейчас? Нет, конечно. Поэтому давай, признавай своё поражение. Не-не-не. Я не признаю своё поражение. Я считаю, я выиграл. Ковёр показал победу Суба. Я обманул систему. Суба выиграл. Я обманул систему и путём обмана систему выиграл. Я всё равно рисковал у себя в душе. Я понимал, что если у тебя что-то дороже будет, я бы отдал. Это же очевидно, что я там больше 2-3 миллионов ничего не найду. А если бы ты точно так же... Ну это не по правилам. Ну как тебе объяснить? Понятивные правила есть? Нету, нету. Не знал. Я не знал. Вот тебе говорят... Что такое понятивные правила? Вот тебе говорят, съезди, закупи хлеба домой. И ты едешь, я не знаю, на самолёте до продуктового магазина. В любом случае в ролике Ахмед сомневался. Будем на ролике, что Ахмед сомневался в правильности того, что это возможно или невозможно. Всё-таки этот момент... Нет, смотри. Стоп, 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 стоп. Ты умный даже? Нет. Нет, ну разговариваешь хорошо. Могу, могу. Ты сейчас за него общаешься даже? За счет вас. Не, у меня здесь никто не общается. За себя я не отвечаю. Хорошо, а ты решил поговорить даже? А ну-ка, вот сюда встань. Вот так же. Встань, смотри. Теперь слушай меня внимательно. Из уст ЦУБа было сказано. Мои операторы как скажут? Вот это правильно. Я с операторами проконсультировался. Операторы сказали, да, действительно можно, всё полный газ. Стоп, стоп, стоп. Мы не были свидетелями этого диалога. С вами разговаривали. Слушай, подожди, стоп, стоп. Давай так, давай так. Искать, искать, искать. Ты не даёшь сказать. Ну я договорю, я же попросил изначально стоять. Да ты собираешь вопрос? Ну да я договорю. Это не монолог. Это не монолог. Я с ним разговариваю, подождите секунду. Послушай, смотри. Подожди, 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 я с ним договорю, потом скажешь. Давай, давай. Смотри, стой. Он так сказал. Где мои операторы? Ты чё крайне книжешь? Не, не, я сейчас объясню. Смотри, стой. Громко отвечать. Вы подтвердили? Вы подтвердили мою идею, что она в принципе в правилах? Ну там ты старший, отвечай. Подтвердили? Мы не опровергли то, что так было сделать нельзя. Но мы поставили на консилиум обсуждение это. Если не запрещено, значит, что дозволено. А почему вы не спросили у других операторов? Тихо. Это потом, это потом, это потом, это потом. Можно я тебе расскажу? Да дайте мне договорение, дайте. Ты не даешь. Это монолог, брат. Да стой, подожди, ты подожди. Я же с тобой разговариваю, смотри. Он сказал мне, что можешь спрашивать у них. Я спросил у них. Они подтвердили, что я могу это сделать. Только что ты в этом убедился. Стоп, 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 стоп. И я в итоге это сделал. Я приехал сюда. Я проиграл, ответь. С учетом того, что ты сделал не обмен, а подмену. И у тебя товар дешевле, чем конечный финальный товар с Субы. Хорошо. То да, ты Суба выиграл. Я не буду говорить то, что ты проиграл это бессмысленно. Смотри, смотри, смотри. Стоп, стоп, стоп. Суба выиграл. Смотри, смотри, хорошо. Суба же сказал, что я могу у них спросить. Сейчас операторов переспросили, и они не подтверждают, что да, мы подтвердили, мы вынесли на какой-то там консилиум. Не, 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 не. Если мы будем на языке аргументов и, наверное, каких-то пацанских, братских, человеческих понятий общаться, все-таки есть какая-то правда. И то, что сегодняшний день был посвящен какому-то общему удовольствию. Все, все. Короче, можно я скажу одну вещь? Давайте так, по-другому решим. Смотрите, он остается своим подвищем. Одну вещь, последнюю скажу, последнюю скажу, а то я забуду свою мысль. Давай. Смотри. Я вырос там, где каждый мужчина отвечает за свои слова. Так же. Я вырос там, где, если мужчина сказал, хоть он ошибся, но из его уст вышло. Все, он должен этому придерживаться до конца. Ты сказал операторам, и мне, что я могу спрашивать у операторов. Все, ты должен этого придерживаться. Это косяк операторов и твой. Я понял. Это ваш косяк. Ко мне не имеет этого отношения. По поводу этого, если ты ничего не говоришь, то все, я здесь железно выиграл. Понимаешь? Мы сейчас говорим про братские съемки. Ты сейчас начинаешь скидывать на какой-то оператор. Операторы должны были тебе рассказать правила. А ты начал уточнять, какой есть уход от правил. Так что особо не говорил, что ты можешь уход от правил тоже согласовать с оператором. Только правила мог согласовать. Смотри, ты уже встрял. Заберите у него микрофон. Ты уже встрял, брат. Сейчас в комментариях люди рассудят. Ты сейчас жестко встрял. Ради бога. Ради бога. Я на языке лишь правдой и аргументом общаюсь. В общем, ладно. Лазейку нашел. Он не признает поражение, я не признаю поражение. Я предлагаю каждый остается при своем и забираешь бабки. Бабки мне не нужны. Ну а что? Денижный приз или как? Бабки мне не нужны. Бабки мне не нужны. Брат, ну ты что, хороший. Этот человек переразил меня на канале. Я хочу, чтобы этот человек уехал с хорошим настроением. Сегодня суббота. Чтобы ты, брат, газанул сегодня хорошенько на это для. Суббота, субхан. Субба, субхан. Поэтому я очень оставил, чтобы ты взял побрат. Я, брат, оставил. Переставай, брат. Заканчивай. Нет, уйти, брат. Я понял. Я понимаю, что ты хочешь дать мне деньги. Если ты даешь мне деньги, признавай свое поражение и давай мне деньги. Нет. А почему тогда ты мне даешь деньги? Получается, ты проиграл? Нет, я выиграл. Давайте просто это будет ничья. Ты говоришь, выиграл, но при этом даешь мне деньги. То есть твое подсознание уже признало тебе в том, что ты проиграл? Нет, это называется уважение, это называется хорошее отношение к тебе. И просто чтобы нормально с улыбкой разошлись. Потому что если бы я проиграл бы, я бы забрал бы, ты бы забрал бы, условно, еще бы тачку. И аналогично если бы проиграл бы я, я забрал бы твою тачку. Соответственно, мы нашли золотую середину, каждый остался со своей вещью. И ты там чисто символически забрал деньги, чтобы ты сегодня поехал, я не знаю, там, бургеров самых вкусных поел в соллбургере. Миллион рублей хватит, да? Миллион рублей хватит, да. Поэтому, ребята, обязательно очень важно ваше мнение в комментариях. Потому что мы тут стоим уже минут 40, спорим, кто выиграл, кто проиграл. У нас здесь за камерами человек в 10 стоит, и никто не может определиться, кто все-таки выиграл. Поэтому ваше мнение тоже важно. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этой ситуации. Спасибо за просмотр. Спасибо, брат, что приехал на канал. Давай, тебе тоже спасибо. Ты очень добрый пацан. Без камер, да? Очень вспыльчивый, единственное. Хочу попросить вас поставить палец вверх на этом видосе, написать комментарий, подписаться на канал. И обязательно напишите в комментариях, какого вы блогера хотели бы увидеть в этом формате. Всем спасибо, всем хорошего вечера. До скорых встреч. Бля, я не рассказал. Стой, 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 сейчас, стой, секунду. Ребят, важный момент, про который мы забыли, реально я упустил. Как тебе Ешка? Четко. Я хочу ее для розыгрыша. Для розыгрыша? Да, потому что я собираюсь розыгрыш делать, разве это 63-я, у меня вот скоро гиф будет. Брат, я тебя обманул. Я не дошел до этой тачки, я дошел до другого. Пойдем, покажу. До чего я дошел? Пойдем. Вот это, да? Как новый? Вот это? Нет. Открывайте машину, пожалуйста. Это? 500 тысяч рублей. Смотри состояние, брат, телек, мелик. Бомба. Реально дошел до этой тачки. Те натуре говнюк были. Ешка говорит, 63-й дошел. Я спокойно мог бы макбук обменять, это обменять, то обменять и вообще намного лучше дойти. Так-то чисто. Очень трудно. Очень трудно, да. Ну ты мог, мог выиграть. Ты вообще что думал везде ролик, на чем я? Я, честно говоря, думал, что ты где-то в районе миллиона что-то понял у тебя. А ты реально поверил, что я до мерседес дошел? Ну я поверил, можно сказать. На 70% поверил. Короче, ребята, мы снимаем новый ролик в итоге. Мы не снимаем, мы сняли новый ролик. Мы сняли новый ролик. Мы сняли новый ролик. Я сегодня приехал на этой тачке. Я менял в итоге на нее. Ахмед сегодня... Ахмед сегодня выиграл. Выиграл. Проиграл. Вот. И получается вот столько вот народу прикидется. Давай на спор я выиграл. Ты проиграл, брат. Все же ролики увидят, что ты проиграл. Ты понимаешь, как мужчина, что я проиграл? Давай рассудят подписчики. А ты уже заднюю кинул. Да нет, ты проиграл. Ты не сказал, да отвечаю. В смысле за мужчину? Ты со мной пообщаться хочешь? Я понять не могу. Да, я хочу с тобой пообщаться. Ты что, поговорить реально пообщаться? Вот сюда идем пообщаемся. Давай здесь пообщаемся. Вот сюда идем. Чего ты перед толпой хочешь общаться? Конечно. Чтоб они все с камерами, блин. Чтоб заявление потом пойти написать на меня. Ну пойдем. Давай камеру сюда бери и пообщаться. Вот туда на крышу залезем, вот там будем общаться. Все, ладно. Саламу алейкум. Спасибо за съемку. Брат, пойдем накормлю тебя бургерами по разу.